Добрый день, друзья! Хотел бы ответить на один из вопросов, который мне показался любопытным в связи с тем, что я владею некоторой фактурой. Вот представьте себе примерно год 1987. Ну, плюс-минус год, наверное, так с точностью. Я работаю в физической лаборатории, которая имеет свое лабораторное помещение на полигоне, где занимаются поиском мин и взрывчатки. И это дело нашей лаборатории. Мы занимаемся этим достаточно профессионально, и наша задача понять, почему одни собаки ищут мины, другие нет, и почему вообще собака может искать мины. То есть, что она чувствует своим уникальным носом. И вот параллельно идет афганская война, и поэтому тема очень актуальная. Там гибнут люди, отрывают руки, ноги, гибнут наши солдаты. А собаки работают плохо. Просто штырем там прокалывать грунт и находить мины – дело неэффективное. Весь рынок заполонен пластиковыми итальянскими минами, и на них взрываются и бронетехника, и маленькие мины, которые выводят из строя личный состав. Ну, где-нибудь там на тропах закапывают. И вот рядом с нами появляется такая вот, скажем, протокоба. Появляется в лабораторном модуле, в большое помещение выделяется некая лаборатория, так условно говоря, лозоискателей, которые объявили специальному военному институту, которому эта тема поручена. А мы, академический институт, соответственно, по договору работаем, что вот эти лозоискатели обязались понять, как лозоискатель находит мины. Якобы он находит мины. И как-то там руководитель этой группы, такой убеленный сединами старик, что-то со мной пытался говорить на эту тему лозоискательства. Я как ученый-физик абсолютно это не принимал, и поэтому разговора не получилось. Но я заглянул в эту их лабораторию, я не знаю, там 50 или 100 квадратных, наверное, 100 квадратных метров примерно помещение. Там у них какие-то осциллографы стоят, какие-то ящики, громадный ящик, засыпанный песком, и там закопана мина. Якобы они что-то там измеряют и так далее. Но закончилось все это антикдотично, потому что лозоискателю сказали, что пройдись по минному полю. Он не знал, что, конечно, в учебных целях никто взрывателей выворачивать не будет, и испугался. И в конце концов эта лаборатория куда-то исчезла, но потом, уже позднее, многие годы спустя, или даже десятилетия спустя, я узнал, что в КГБ существовал целый отдел вот таких паранормальных исследований, такие наследники Якова Блюмкина. И целый этаж на... Сейчас не припомню название улиц, по-моему, сейчас там вот генеральная прокуратура, целый этаж занимала вот эта вот компания псевдоученых. И в целом, насколько я понимаю, при дефиците кадров КГБ, при отсутствии научного подхода, все это было очень популярно. И потом появляюсь я уже в 90-е годы в Государственной Думе, еще я не был депутатом, но пригласил меня знакомый, там клуб проводился, я потом узнал, что... Ну, клуб там вроде как Жириновский организовал, я еще не был с ним знаком, а один из моих друзей сказал, вот клуб Ультрафиолет, приходи. И там я столкнулся с вот этой вот КОБой. Ну, еще тогда такого названия не было, и эти люди вворачивали в мозги и всем остальным совершенно сумасшедшие мысли, но вроде того, что существует некий заместитель Бога, верховный предиктор, который, в общем-то, распоряжается всем. И это скрытая персона, и можно ее расшифровать только если изучать какие-то исторические артефакты или там скрытые значения слов. Вот у них Пушкин был верховным предиктором, и в поэме Руслана Людмила зашифрован тот тайный смысл, который, в принципе, надо расшифровать, они якобы расшифровали, якобы у них возникла концепция мертвая вода, то есть вот мертвой водой надо спрыснуть, все умрет, а живой водой потом спрыснут, и то, что в сказке было, оживет тот, кто нужен. Вот это сумасшедшая совершенно бредовая идея, как я тоже потом понял, это вот эти последующие КГБшников. И в дальнейшем я уже встречал этих людей, видел в интернете их выступления, совершенно сумасшедшие лекции, они не случайно назвались КОБА, потому что они на КОБ концепция общественной безопасности, потому что КОБА – это их божество, их верховный предиктор, то есть это такие скрытые сталигисты, которые напрямую об этом не говорят, начинают морочить мозги вот выстраиванием какой-то совершенно дикой концепции с такими поворотами хитро завернутой мысли, которые сбивают простецов с панталыку, и они сидят, открыв рот. А вы не были на Таити? Помните такой мультфильм? Вот там попугай выворачивал, и все звери вокруг с отвисшей челюстью сидели. Вот эти примерно так же действуют, ну, конечно, люди грамотные и образованные на это не покупаются, но простаков очень много, и вот они сидят, слушают всю эту ахинею взамен действительно русскому мировоззрению. Ну, эти ребята еще мало того, что они мозгоблудием занимаются, они еще и сторонники этого режима, потому что они в лидерах этого режима видят воплощение Сталина, и поэтому у них Коба сидит в Кремле, и все замечательно, и все прекрасно, только он не очень слушает их, а может быть, в последнее время и стал слушать, поэтому они стали путинистами. Вот и вся концепция общественной безопасности. Ну, я, к слову, по поводу, раз уж я коснулся своей работы в физической лаборатории, физиком, я был, ну, можно сказать, хотел быть физиком очень два года школьного обучения, шесть лет обучения в московском физтехе, и потом еще пять лет целиком я проработал вот в той лаборатории, в которой и защитился, но потом политика меня подхватила и унесла. У меня вот есть такая книжка «Поколение обманутых физиков». Вот Кобу финансирует кто-то, а настоящее исследование никому не интересное, потому что интересно что-то такое чудесное, то есть минимальные расходы, зато максимальная такая, максимально развесистая клюква, чтобы можно было мультики показать по телевизору, чтобы можно было мозги в трубочку завернуть, чтобы уже люди вообще ничего не понимали, были дезориентированы, там, РЕН-ТВ показывает беспрерывно вот эту ахинею там со всякими экспертами, там, эксперт непонятно чего, непонятно где работает, непонятно над чем работает, но он эксперт, и вот он свою ахинею выкладывает, там все это комбинирует, составляет в этот бесконечный поток бредятины и вворачивает вам в голову. Вот здесь, в этой книжке, ну, кто захочет, может у меня ее получить, так же, как и все остальные книги, там в группе ВКонтакте книги Андрея Савельева, вы там сможете посмотреть, какие книги можно у меня заказать, какие в электронном виде, которые в бумажном виде. Вот я издал специально такую книгу, которая показывает, как еще в советское время становились физиками, и почему физики в Российской Федерации больше нет, ее просто нет, просто нет. И то, что осталось на месте физики, это вывески. Вывески висят вроде те же, а занимаются люди чем-то совершенно другим. Но есть еще одна сторона, которой предпочитают помалкивать те, кто теперь уже ученики, тех, кто получал там невероятные привилегии, там ордена, по три ордена героя соцтруда и так далее. На физику обратили внимание только тогда, когда взяли за горло все. Атомный проект, его надо было реализовать, осуществить. Атомную бомбу надо было продемонстрировать, взорвать. Ракетоносители в дальнейшем тоже очень важны были, поэтому и с Королевым, Королеву так лояльно относились. Что стряслось-то на самом деле, вот эти гениальные физики, они, конечно, сделали очень много, но параллельно еще работала разведка, которая украла из Манхэттенского проекта невероятное количество, я не знаю, там 300 или 500 докладов, там такая детективная история, как все это происходило, как наладили эти связи, то есть, ну, знатоки об этом знают. И вот этот огромный пакет докладов о том, как делать атомную бомбу, естественно, доклады об экспериментах, о всяких параметрах и так далее, легли на стол вот этим ученым. И они в основном занимались тем, чтобы разобраться, как американцы это сделали и повторить. Конечно, все шло там по-своему, по разным направлениям, там, ну, там, сахарская водородная бомба, она еще и водородная бомба, естественно, следующий, следующая итерация атомная, водородная, ну, все это как бы обобщенно называется ядерное оружие. Вот, там тупиковый был проект, маломощный, тем не менее, тоже раздавали эти все награды, но без вот этих докладов сталинская наука не справилась бы. Но чтобы прославить успех невероятный, вот раздали эти звания академиков, там, ну, что такое академик, вот сейчас посмотришь академик, это вообще непонятно что. Это человек, который получает невероятных размеров пенсию от государства, ну, якобы от Академии наук, теперь это просто государственная структура, где вот оседают политические пенсионеры, не всем хватает места в Совете Федерации. Вот в Академии наук таких академиков, я не говорю за всех, а вот их много таких. Их много и создавалась вот эта академия, насыщалась там великими, ну, который уровень был достаточно высокий, то есть, доктора наук, заведующие лаборатории, некоторые там руководители институтов и так далее. Но они не были такими великими, чтобы их так прославить. Они создали некую прослойку такую, прослойку, которая села как геронтократия на верхах и не пропустила следующее поколение молодых, растущих ученых, тоже те, кто уже вышли на уровень докторских диссертаций. И это убило советскую науку. Она стала заниматься мелкотемием, крупные проекты исчезли, а уж в 90-е годы все это обвалилось, и теперь ничего не восстановилось. Теперь мой родной физтех занимается тем, чтобы готовить кадры для зарубежья. Кто выучил английский и прошел курс физтеха, несомненно, уезжает за рубеж. Ему здесь делать нечего, потому что здесь науки нет. Сейчас, конечно, вламывают там какие-то огромные деньги, ну, потому что опять готовятся к войне, надо что-то вот придумать, там, гиперзвук и так далее. Все это, конечно, ерунда, это все мультики. Ну, закачивают деньги, но деньги не решают вопрос о науке. То есть научные школы разрушены полностью. А как все это происходило вот конкретно в моей судьбе вот в этой книжке? Как коммунисты душили физику? Как система, которая не работала, везде представлялась как последнее достижение, там, системы физтеха, последнее достижение организации процесса подготовки талантливой молодежи для того, чтобы работать в физике. Не говорили про оборонку, а говорили про работу на передовом крае науки. Этого передового края не оказалось. И из тех, кто вместе со мной заканчивал физтех, чуть раньше или чуть позже, ну, подавляющее большинство попыталось уехать за рубеж, кто смог. А все остальные, ну, единицы попали на какие-то действительно перспективные и важные направления. Подавляющее большинство с наукой закончило. Или стали маленькими предпринимателями, или там некоторые выбились в средние. Ну, наверное, 5-10 человек из 100, то есть 10 процентов, более-менее занимаются именно передовой наукой. У остальных ничего не получилось, и это поколение уже отходит в прошлое, но есть определенный урок. Вот поколение обманутых физиков. Не становитесь поколением обманутых физиков, потому что этот режим из вас, вам не предоставит возможности заниматься наукой. Никакой, вообще никакой. Поэтому наукой в Российской Федерации можно заниматься только факультативно. Ну, чем я занимаюсь? Занимаюсь историей, в основном историей, философией, политологией. Но все это в свободное от работы время, за это никто не платит. То есть наука превратилась снова в то, чем она была. Деятельностью энтузиастов. А вот эти все академические структуры, институты многочисленные, там, звания, награды и так далее. Все это большая липа. Большой обман. Обман в том числе и тех, кто к науке отношения не имеет, потому что им говорят, Россия идет вперед, передавая научная держава, а науки здесь уже нет. Прогоним этих негодяев. Будем восстанавливать науку. Россия и русскую власть. Слава Руси. Господи спаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова